всем привет короче по каждому занятию несколько минут так могу поговорить потом еще договорю чтобы мысль не потерять значит я поняла мясо все-таки вызывает голод и аппетит потому что его накалывают ну не его накалывают а животного которое живет где-то там в тех условиях его чем так кормят или подсыпать какую-то химию которая вызывает аппетит вот его убивают животное то она еще не успела какая-то доза раствориться ну и вывестись естественно мне так кажется это мое личное наблюдение и получается что мы сжираем это мясо и это передается нам дальше и мы хотим жрать короче возможно но это мне по ощущениям потому что я уже сколько он полгода не ем мясо но в смысле я его не покупаю но когда куме ходила я там ела то котлеты то что но иногда нам покупаю какой-то беляшу то сказать чем-то таким ну то есть это не то когда тебя всегда у холодильнике лежит мясо и ты каждый день его готовишь то есть это очень и очень редко я надеюсь что я и от этого уйду ну от поедания этого даже не мясо суррогата какого-то потому что скорее всего животное бегает его подкармливают чем-то чтобы она жрала больше или подсыпают какой-то химический состав чтобы она хотела жрать чтобы толстела собственно цель потому что у меня по вечерам был такой жур и я не могла понять ну почему я так хочу жрать у меня просто какой-то панический жур и я все хватаю набиваешь живот и чем-нибудь но чтоб только поесть вот такое было а теперь у меня это исчезло мне вечер нормально спокойно я поела там во сколько и в 6 и в 7 я могу поесть но иногда там что-то хочется это такое но последнее время вообще вечером ну еще как вариант шоу хотя это уже мне началось еще витамины не принимала просто сейчас еще витамины стала принимать но это у меня уже проявлялась и без витамин то есть просто отказывал отказываешься от нас одну рыбу можно рыба не то немного но только не то что выращена где-то там в этих искусственных хотя я не знаю где этого сумма могут вырастить но мне кажется сумма это такая тварь которая живет без проблем без проблем живет она где угодно и я думаю и валом она плодится как сорняк потому что такая живущая рыба и она плотоядная на жрет все что хочешь все подряда ну мне кажется что все таки и в речках ловят этого этого сумма хотя сом конечно жирная рыба лучше бы есть какую-то по послабее но в любом случае рыба ощущение разница колоссальная когда и употребляла мясо постоянно каждый день это постоянно хотела жрать но сейчас конечно слава богу хотя бы нету вечернего жора от этого дикого и это классно конечно пробуйте попробуйте тоже так вполне можно это вообще на нас а чтобы меня там тянуло но у меня и раньше всегда не тянуло просто как-то типа заведено обязательно аж типа мясо просто перестала есть и все не мясо не сало ничего и не хочется даже ну я знаю что она там есть и но нету такого шоу это поесть такого чего-то но я не так что там фанатично совсем уже прям все если где-то в гостях то я могу что-то съесть но чувствую что не хочется все больше и больше не хочется вот такие у меня наблюдения ладно бы щас буду звонить преподаватель так чтобы я не дергалась честь дешей бендже ешь горончий борщ бохче бо бардзе годна сейчас на улице стало жирно сонце сонце сховало еще училище польского трохи трохи поразмова трохи поразмавляли шми с научителем о польце о традициях польских о о месяцах где можливо отпочить еще и трохи поразмавляли шми сонце и трохи повторили 登лежиссur Rebecca польсце во вновь литва будет University все бендже таких о литва будет обычных переводчик Él будет научитьwind Бендже тут очень важно Voice of university бенджи учитесь ци бенджею людей Banгрazar учитесь seg で precisая revived ro уже 1930 по городу Лепее запомнишь язык, когда каждый день ходишь в магазин, ходишь на спacer с друзьями, то будешь учить себя очень хорошо. Сейчас жжем немного ячейки и выпью таблетки для своего здоровья. И будет ждать, когда звонит мне. Я не влащителька мешканья. Бо потребует заплатить за мешканья. Мой язык недобрый, но у меня мало практики, то ничего страшного. Я думаю, что все будет знать, когда будет в Польше. Но мне нравится учить язык. Мне очень нравится и хотел знать не только польский язык, но и немецкий. Но английский тоже надо лучше знать. Но это позже. Поговорили, короче. Ну, пытаюсь что-то говорить. Пытаюсь что-то говорить, чтобы... Ну, надо, наверное, просто пытаться говорить на польском о повседневных делах. Чтобы как-то чуть-чуть расшабуршить. Потому что знания есть, а практики как таковую... Ну, с преподавателем только... Ой, желудок так затянул аж мне. Короче, борщ грею. Сейчас поем борща. У меня где-то еще яйцо было варено. Если я вчера не сожжала. Не знала, короче. У нас, в общем, солнце заховало. А, есть еще два яйца. Борщ со сметаной и с яйцами. У нас пасмурно стало. Жду хозяйку квартиры. Она там сказала где-то в час, может. Примерно. Ну, она позвонит. Задзвонит-то мне. Так что... Ей, правда, немного должна заплатить. Считай, тысячу потратила. Даже больше. Шестьсот пятьдесят. Семьсот восемьсот. Ну, шестьсот... Ой, шестьсот девяносто. Потом двести пятьдесят. Шестьсот девяносто. Шестьсот девяносто. Плюс двести пятьдесят. Ощемьсот. И плюс девяносто. И плюс девяносто. Девяносто. То бенже шесть... все 7 8 8 9 9 не 80 990 990 плюс 98 то 8 то będzie 1030 плюс 90 это 100 120 и 1028 то на правда за дужа тысяча двадцать 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 восемь а я муж муж заплачивать две двадцать двадцать восемь учитал о террас минус тысяча двадцать восемь але я не бенже брать паню двадцать восемь только тысяч тысяч заплачет заплат чем заплат мне не заплачу платить платить плачу заплачу не заплачу там же окончание короче короче 2 2000 008 34 я должна платить если и минус 600 700 800 900 считала 970 какие-то пану планы 4 считаю